После срочной службы он служил в Хабаровске, да, спецназ Тайфун, он был на контракте, потом по приезду он работал в пожарной службе. Ну вообще вся его жизнь, вот если сейчас посмотреть, как-то была связана со спасением людей, получилось, да, мы потом говорили об этом. Он работал в пожарной службе, потом в службе спасения работал, работал в медицине катастроф, работал в скорой нашей этой службе, когда начался ковид. Еще он был донором, да, время от времени он сдавал кровь или кто-нибудь, ну попросит по объявлению, друзья, сослуживцы. Его жизнь, спасение людей, и оно как-то вот связалось с специальной военной операцией. Он так и сказал, вот когда пошел на службу, на срочную службу, он так и сказал, что возможно его жизнь будет связана с военной службой, да, после армии он оставался контрактником, но потом он был действующий ветеран боевых действий северо-кавказского региона, и вот этим было и все, наверное, сказано. Он так и выбрал те профессии, те работы, которые были связаны вот с такими вот силовими, специальными действиями. Тема специальной военной операции у меня действительно началась, вот когда она началась, потому что в это время как раз были там три выходных дня, и у меня дочь с Москвы летела на выходные свои в Сочи. И вот в тот день, когда вот эта операция началась, она должна была лететь в Сочи, в Москву, и она улетела с задержкой, но потом самолет не приземлялся. И вот эта ночь, вот эти восемь часов, девять часов, пока этот самолет приземлялся в аэропорт Москвы, я обзвонила всех. И Петя тоже вот сказала, что Вика пропала со своим самолетом, и начали свои, сказала, что это военные операции. Он меня успокаивал и прямо сказал, мама, мы, мы, сказал он, я говорю, кто это мы? Он сказал, ну, мы, ветераны боевых действий, уже принимаем решение, что мы будем принимать какое-то участие в этой спецобоих, в СВО. Он так и сказал в эту ночь. Вот интересно было. Я просто думала, ну, прослушала я как-то, да, я думала, это она как разведка какая-то, да, какая-то как-то срочное какое-то военное действие. Она же была так и названа, специальная военная операция. Поэтому думала, она вот закончится, думала, а они не успеют туда поехать. И она вот закончится, думала. Февраль проходит, потом март проходит, да, она не заканчивается. Ну, я участвовала, между прочим, от «Единой России», да, вот этих флешмобах, вот ZB там, и вот еще вот этих всяких, этих клипах с призывающим, что мы за, что мы победим, все это. Но никак не думала, что она будет связана со мной всю жизнь. Вот эта специальная операция. Потом он один на один раз в день, он сказал, мама, что все уже мы решили. Вот, ассоциация решила. Я иду в собрание, и сейчас я вот пойду, сказал военкомат. Я сказала, ну, иди. Ну, просто я так сказала, понимаете. Я не думала, что это, ну, не всерьез, что это дальше будет. Я думала, вот, вот, вот она закончится. Вот так и думала у меня, вот в голове это и было. Ну, он принял решение, они улетели 27 апреля в день, в день республики. 24 бойца. Вот так. И у меня вот действительно в моей жизни, в моей семье, вот началась специальная военная операция. И знаете, было, сначала же было, говорили, что никому не говорить, куда он и как это, да. Он мне и так и сказал, никому не говорить. И, ну, очень маленький круг ульей у нас знал, да. Даже ни брату не говорили, ни сестренке, да, не говорили, я не говорила. Просто потом, потом уже было скрывать уже некуда. И, да, потом я подтвердила, что он, да, действительно на Украине и принимает участие в военной операции. Возможно, если бы я говорила, может быть, большому кругу своих родственников, да, может быть, мы собирались бы и отговаривали бы, да, кто-то, да. Но если он принял решение, то это... Он всегда выбор делал сам. Вот всегда. Он скажет, вот так и скажет, и это будет так, как он хочет. Он всегда принимал правильные решения. Вы знаете, он когда уезжал, им сказали все телефоны свои сдать. И уехать, улететь туда с кнопочными. Он телефон оставил в своей семье. Взял кнопочный телефон, но он улетел туда с другом, с которым он служил в срочной службе. Потом они ездили на Кавказ, вот с ним он тоже улетел. А тот, он взял свой телефон. Но он время от времени звонил, звонили с этого телефона Фавидео. Но, как сказать-то, он всегда говорил, что все хорошо. Я его спрашивала, вы контракт подписали? Я уже, к тому времени, я уже была информирована обо всем, что это не очень-то специальные военные прасти, которые закончатся за какое-то время. Я спрашивала, вы контракт подписали? Он говорил, нет, но если вы контракт не подписали, то говорила я, что тебя могут с Москвы поехать к тебе и тебя забрать. Он сказал, такого никогда не будет. Раз я принял решение, так и будет. И они за ленту ушли 2 мая. Он так и сказал, позвони, он сказал, мы уходим за красную ленту. И вот, и начал, видите, у них вот эти военные действия. Действительно, они ушли на передовую. Ну, оттуда время-две ремень звонили. Иногда звонили ребята, говорили. Ну, Петя передаёт привет. Иногда говорили, мы живы. Или иногда говорили, он живой. Но я уже поняла, что это очень серьёзно. Что это не военные операции, что это посерьёзнее. Невецка время от времени включалась, вот этот его телефон, да, и у них это была в основном группка, да. И там она в одно утро, она открыла, и там было сообщение, что Петя Корнилов погиб, да. А в этот день я была на совещании, и они не говорили мне, они сами с моей сестрой всё это вот за весь вечер, вот, за всё-всё узнавали, вот с утра узнавали, узнавали. А у меня это совещание началось после обеда. Где-то, я смотрю, они всё время спрашивают у меня, ты всё? У меня вообще не было какого-то предчувствия или того-то, ещё чего-то. Я вообще была сто процентов уверена в том, что он придёт обратно. Потому что он был настолько подготовленный, да, вот, как боец, как воин, да, что, ну, как-то вот так получилось, что он погиб. И когда я домой пришла, я написала, я говорю, всё, я еду. И они сказали, хорошо, мы сейчас придём, это моя сестра. И вот в этот вечер они мне сказали, что он погиб. Вот так. И вот с этого и всё началось. Вот у нас с военкоматом переговаривались. Мы же и со сетей узнали, как бы, да, друзья, сослуживцы, передали. Ну, военкомат говорил, что нужно, чтобы официально, чтобы было сообщение. Когда он уезжал, вот, как последний день, он говорил, не переживай, я приеду. Он сказал, а, я приеду 29 июня, когда закончатся все твои эсэхи. Он говорил, ага, я всегда участвовала в этих эсэхах. Но его привезли 29 июня. Вот как-то вот так получилось. И хоронили мы его 30 июня на нашем секторе ветеранов боевых действий на Магранском кладбище. Ну, вот как-то вот так получилось. В 22-м году? Да, это в 22-м году, да. С его группы, вот их двое погибло. Он и ещё совсем молодой парень. Ему было 26 лет. А что бы вы хотели ему сказать сейчас? Сейчас? Ну, как бы сказать бы? Сказать, чтобы ты верно поступил, выбрал вот именно то, что выбрал. Вряд ли я смогла бы сказать, как мама. Ну, наверное, сказала бы, если бы он пришёл и обратно ушёл? Ну, я сказала бы, зря ты ушёл. У тебя дети, семья. Ну, мы. Я бы, наверное, так сказала. У него двое сыновей. Маленький до сих пор иногда спрашивает. Папа придёт? Хотя, вот когда его должны были доставить, вот я, моя невестка, уже договорилась там, чтобы сделали окошечко, да, вот такой, чтобы его видеть, да. И дети тоже видели, что он погиб, понимаете, чтобы они знали. Ну, в своём детском таком воображении, что поняли. Ну, как поняли. Тогда одному было 6, другому 10 лет. Саша и внук, копия папы, понимаете. Такой, как в детстве был Петя. За тот год, который его не стало, я жила только семьёй с Петей. Хотя уже тогда, в начале, в сентябре, по рекомендации одного спецназовца, мы же создали союз семей Якутии, память воинов СВО Республики Саха Якутия. И я тоже в этой организации работаю, как исполнительный директор. У нас председатель Грекова Жанна Валентиновна. У неё тоже сын погиб в 22-м году, 23-го августа. И как-то так получилось, что они похоронены рядом. Как будто это, что и мы с Жанной Валентиновной вместе. Вы знаете, по жизни. Наверное, будем всегда по жизни. Самое яркое воспоминание о вашем семье, какое оно у вас? Самое яркое? Ну, самое яркое, оно не бывает одним воспоминанием. Их воспоминаний очень много. И это зависит от какого периода жизни. Бывают неосознанные воспоминания. И самое первое, когда он родился, он родился 20 февраля в 8.50 утра. И когда мне его преподнесли в грудном ускармливании, и он на меня так смотрел, и как будто он улыбался. Понимаете? Улыбка была от того, что именно он... Энь, я выбрала его, что он родился у меня. В такой маме и в такой семье, наверное. Он на меня так смотрел, улыбался. Я еще как в палате говорю, женщине говорите, мой мальчик-то улыбается. В пятом классе у него был первый выезд на границу. И вообще из своего класса. Он у меня всегда любил быть всегда первым. Понимаете? Билеты уже были куплены, он бабушкой летел. А я ему все равно говорила, тем больше будет у тебя пятерок, ты полетишь, это зависит от тебя. Это была первая четверть. И он так старался, мы до сих пор помним. Учителям ходил, говорит, ставьте мне пять. Если будет мне в четверти пять, то я полечу в Китай. Вот тоже такое. А когда институт он закончил, да? Он пришел, вот после как сдал, все вот это. И он пришел и говорит мне, мама говорит. Он вообще был улыбчивый очень, да? Он всегда улыбался. И он мне так сказал, мама говорит. Наконец, и я получил диплом о высшем образовании в этой семье. Он так выразился, понимаете? Вот это как насталось. И это я поняла, что он стремился к тому, вот все, выше и выше и выше. И всегда хотелось, чтобы он, ну, по моей пошел в жизни, что ли, выбрал государство, госслужбу или что. Я ему говорила, вот придешь после этого по СВО, резюме подойдем, говорю, куда-нибудь. Он промолчал. Получается, он после института в армию пошел? Тоже осознанное решение? У него было осознанное решение. Он вообще брал и академический. Мы с боем брали военкомат. У меня старший сын тоже участвовал в университете. Он сказал, когда я поеду, так говорит, служить. Давайте я лучше возьму академический и поеду служить. Потом говорю, я окончу, там уже будет мне много, говорит, лет. Это 23-24, они считали много лет. Да, лучше пойдем. Вот два сына, обе я, мы с боем военкомат брали, потому что есть федеральный закон, кто на академическом отпуску их в армию не берут. Вот так, ну, вот получилось. Но вообще-то я всегда была по жизни таким сторонником, что ли, что мужчины, они должны служить в армии, но в мирное время. Ну, тогда, кто знал, что... Я никогда не думала, чтобы он... Это были командировки, Кавказ, все закончился, и все. Я думала, никогда у нас проблем с этим не будет. Вот такая вот у нашей страны, такая вот огроменная вот эта трагедия будет связана именно с ЦВО у многих-многих людей. Все в Союзе, кто обращается, кого-то находим, да, вот погибшие. У нас вот в Союзе только те родители, близкие, жены, у кого кто-то погиб на ЦВО. И основная задача организации – увековечения памяти погибших, да. Направлений много, и военно-патриотическое, и военное воспитание. У нас правление, вот, да, 11 человек есть, и у каждого есть ответственность по какому-то направлению. Также мы работаем по линии безвести пропавших тоже. Стараемся всем помочь, вот, и оформлением документов, и оформлением выплат, и вот много-много управлений. Сегодня только вот утром писала, вот, да, в группу, да, писала, что мой Петя всегда гордился мной, да, как мамой, как родительницей, что я такая активная, что я вообще работаю без сна и отдыха. Я писала, да, в группу, интересно, и говорила, что он, наверное, свыше, если есть такая возможность у него, да, он, наверное, он смотрит на меня и думает, мама, ты молодец. Ну, я так думаю, вот, сейчас об этом мы говорим, вот, матери, вот, что они, возможно, да, вот, те, кто активны к самым, да, вот, членов нашего союза, сыновья все-таки одобряют, понимаете. То есть, что мы выбрали вот это именно направление, сплотились, да, вот не остались со своим горем, трагедией, да, а стараемся всех сплотить, чтобы все были вместе. И вот мы вот скоро собираемся, вот, день 9 декабря, День героев, там тоже мероприятие у нас будет, ленту памяти мы готовим, да, это будет видеоролик, вот, еще вот будет съезд КМНС с 10 по 15 декабря, там тоже представители КМНС, которые погибли на СВО, тоже там, ленту памяти готовим. Ну, работы много, просто хотим увековечить все вот это, связанное СВО, связанное погибшими. И, думаю, в этот раз не будет так, вот, как другими военными, локальными действиями, конфликтами. Мы не дадим забыть наших сыновей. КОНЕЦ КОНЕЦ